История которой по самым приблизительным подсчетам порядка трех с половиной тысяч лет. Однако ее герои, даже став персонажами древнегреческого эпоса, для нас остаются по-прежнему живыми людьми, чьи поступки и сегодня у нас современных людей способны вызвать сильный эмоциональный отклик. Ты, Медея? Да. Я Креон, здесь уйца. Приветствую тебя. Мне рассказали про тебя. Твои преступления стали известны здесь. По вечерам. На всех островах нашего края женщины пугались и не пугались. Это уже теперь твое пребывание на этой пустошке, но теперь ты должна уйти. Но что я сделала людям краю? Разве я обобрала их птичек? Разве у них начался падеж скота? Разве я отравила источники, когда брала воду, чтобы приготовить себе пищу? Пока нет. Но ты можешь сделать все это. Уходи. Один день, а точнее одна ночь, сломавшая жизнь, заставившая принять самое страшное решение. В своей пьесе Жан-Ануй не ставил перед собой задачу рассказать полностью всю историю жизни древнегреческой принцессы Медеи. И даже из истории ее взаимоотношений с предводителем аргонавтов Ясоном он взял только один эпизод, самый последний. Кто из них первым покинул вложу, по твоим словам, все совершенно не всегда. Кто первым ощутил на себе прикосновение чужих рук? Кто первым ощутил на себе тяжесть чужого мужчины? Я. Нет! Я надеюсь, ты не забыл их духу. Почему нам пришлось бежать с Нарзаса? Для Ирбитского театра такой формат спектакля, когда зрители находятся с актерами практически в одном пространстве – в новинку. Хотя ирбичане-театралы в рамках фестиваля «Ирбитские подмостки» уже имели возможность увидеть подобные постановки. Тем не менее, для актеров ирбитской драмы нынешняя Медея – это новый опыт существования в роли и взаимодействия со зрителем. У меня первый раз вот так, что на сцене, зрители здесь рядом. И, конечно, да, все смотрят на тебя. И немножко, ну, это не то, что пугает это, а все равно уже, то есть взгляды все здесь, все смотрят на тебя. И так волнительно это все, конечно. Ну, в принципе, хорошо. Мне понравилось. Но получился ли спектакль в том виде, в котором его задумывал режиссер, постановщик и творческий коллектив театра? По словам Игоря Житинева, самый первый премьерный показ на этот вопрос дал, скорее, отрицательный ответ. Я в идеале хотел, чтобы из зала выносили людей в обоборочном состоянии, чтобы все женщины плакали, на взрыв не переставая, чтобы приезжала скорая. Так вот как-то. То есть не хватило зрителей у нас? Да, что-то я вот не умею, что-то я не достроил. Тем не менее, окончательную оценку новому спектаклю смогут дать лишь зрители. Своим желанием или нежеланием посмотреть постановку, погрузиться в эмоции и переживания героев. И надо сказать, что премьерный показ их ожидания все-таки оправдал, став для многих настоящим потрясением. Это просто что-то фееричное, это очень здорово сделано, красивая сценография, игра актеров просто изумительная. Я думаю, что надо обязательно всем людям сходить на этот спектакль и сделать какие-то для себя выводы, потому что там что-то внутри у меня, у самой там роется, роется, копошится. Вот молодцы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...